Игрой, и тем, как действовала команда. Спарринг получился очень интересный, потому что действительно Пахтакор – это команда с большим именем. В свое время она гремела на весь союз. Время мы не застали, но тренер нам донес, что это большие традиции у этой команды. И там достаточно очень сборников своей страны. И мы проверили свои силы на фоне очень квалифицированного соперника. Так что, может, ранее то, что играли до обеда, немножко такой организм еще не так воспринял эту игру. Но игра достаточно интересная получилась. И сегодня разберем, я думаю, и посмотрим, что у нас получалось, что не получалось. Я думаю, это один из самых сложных соперников был, который мы провели за эти два сбора. Конечно, мы всегда более разбираем минусы. Потому что надо прогрессировать и видеть, что у нас не получается. Чтобы в дальнейшем этих ошибок не повторялось. Насколько, на твой взгляд, команда готова к сезону? Две недели до начала чемпионата. Время еще есть. И я думаю, что как раз через две недели мы подойдем в супермаксимальных кондициях. Так что, сейчас в каком-то процентном соотношении говорить что-то, я не вижу этого смысла. Тренерский штаб в этом лучше разбирается. Мы просто делаем, выполняем их не задания. И я думаю, они знают, что делают. И мы подойдем в оптимальных кондициях к первому туру. Можешь поделиться своими ощущениями о работе под руководством нового тренерского штаба? Первое впечатление, что кардинально все поменялось. Изначально было столько много информации, что даже голова чуть не закипала. Потому что действительно все разные тактики, разные схемы. И главный тренер требует играть не только ногами, но в первую очередь головой. Ну не головой с мячом бить, а головой именно думать. И футбол говорит, что нужно как профессора быть. То есть в первую очередь это голова работает, а уже все остальное. Если голова не понимает что-то, то уже придется ногам там впрягаться за это. И тренерочный процесс очень интересно построен. То есть вроде бы кажется, что тяжелые нагрузки, но они переносятся достаточно нормально. Потому что все что-то новое. И тренерский штаб все следит. Мы первый раз с таким столкнулся, что мы работаем с этими датчиками, которые отслеживают каждое наше физическое состояние. И тут нет задачи, чтобы кого-то загнать, еще что-то. А наоборот, это все тренера видят, подсказывают, кому надо прибавить, кто уже на максимальных. Кого нужно чуть-чуть и избавить тренировочный процесс. На вторых сборах стало легче? Уже адаптировался организм к нагрузкам? Да, я бы не сказал бы. Вроде бы адаптировался, но сильно легко не стало. Потому что на фоне, я бы не сказал, что свежести играли. То есть еще такая небольшая усталость присутствует. Так что, я думаю, это специально так сделано, чтобы уже к чемпионату подойти в очень хороших кондициях. На свежести уже играть. А тут, наоборот, проверить себя на фоне нагрузок, на фоне какой-то усталости. Уже немножко полегче, но я не ездил домой, в плане психологии чуть-чуть тяжковато. Конечно, уже хотелось бы встретиться со своей женой, с родными. Очень скучаю. Что лично ты ждешь от второй части сезона? В первую очередь, я хочу сказать, что я просто соскучился за футболом. И если так вспомнить, то последняя моя игра 90 минут была, это аж в августе месяце. Так что, тут чуть ли не полгода прошло. И я надеюсь, что все то, что меня беспокоило, травма, то есть я забуду про нее. И этот год будет намного лучше, продуктивнее, интереснее. И что я ожидаю от чемпионата? У нас есть пока шансы бороться за шестерку. Мы будем за нее бороться. Все, что от нас зависит, мы будем делать. Как там будет, как раз все будет дальше, будем смотреть. Так что, каждая игра у нас будет как последняя, я думаю. И мы будем выходить только с расчетом на три очка. Только победы нам нужны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова